Невелокий и утульный зоопарк в Жлобине существует Амаль 30 лет. В его вольерах находится около 300 живых птушек и рептилий 60 видов. Кроме того, на этот день его сотрудники наблюдали за потерпелыми Великой партией конфискованных попугаях. Наведалися туда и наши корреспонденты. История этих птушек облетела все соцсети. На пропускном пункте Боровой у граждан Украины конфисковали буйную партию попугаях. А кроме отсутствия документа уже хали и умовы, у которых контрабандисты перевозили птушек. После двух суток у скрынка без ежи и воды яны потрапили в Жлобинский зоопарк на перотрымку. Они были натрамбованы в крошечной коробке, как кильки в банке. Очень много погибших, ну, такой процент приличный. Все было под счет. Пришлось до ночи с ними возиться, отпаивать, отхаживать. Были мокрые, их отогревали под лампой. В общем, приложили очень много усилий. Зараз у зоопарку можно убачить больше за 300 особен пяти видов. Хвалистые попугаи, рожевощокие неразлучники, новозеландские какарыки, карелы и розелы. Отшивают себе недренно и съедают у день, каля 15 литров корму. У вогуле живелы тут з'являются по разных причинах. Это могут быть отбовники из цирка, как медведчин. Он живет тут с 98 года и разом с женкой Бусей за этот час дал потомство у 20 медведенятов. Альбо это могут быть живелы, которые отбились отстатка и не видели, как самостоянно выжить в дикой природе. Так, минулой осенью, жихарка Жлобинского района поведомила у зоопарк, что по их везце бегает высокородный олень. Обратились в райисполком, обратились в охрану природы, собрали все необходимые документы. Ну и после нескольких неподготовки мы его смогли сюда забрать. Оказалось, что привозили в стадо оленей молодых, ну в леса, а он отбился, его стадо не приняло, он прибился к людям. Пока был маленький, там у кого-то жил, пока я не знаю у кого. Вот жил-жил, потом стал большой, агрессивный, его выпустили. Ну а он к людям привык, так вот и из деревни выходить не хотел. Супросовники зоопарка кажут, что имкнуться створить комфортное сяродье для своих насельников. Зробить так, как у первую чергу живелам было добро и только потом уже наведвальникам. Такие старания окупляются. Например, в этом году у пары дикообразов, которые живут в зоопарке около 10 лет, народилось двое малых. Подтверждением добрых умов можно назвать и великую колькость живел сталого взрослого, которых супросовники ласкаво называют наши пенсионеры. Один из них – самец яванского макака Микита, который живет тут около 20 лет. Макак довольно-таки своенравный, капризный, как и все представители его вида. Ну, общий язык нашли. Общий язык нашли, вот выходим на зов, кушаем с рук. Так какие-то команды понимаем. Он когда хочет пить, показывает на бутылке с водой, на жидкости. Он понимает, что нравится публике. И это делает, если хочет от них получить что-то вкусненькое. Любим, кормим и шкадуем. Так ставятся в жлобе недоживелы птушек с непростой долей. Что тычется попугаю, то на наступном тыдне суд вырошит их лес. Птушек могут покинуть в зоопарках краины, альбо организовать их продаж. Як бы там ни было, гостям у зоопарка рады завсёды. Казули, Лама, Янот, Павлины и иншие его насильники будут рады знакомству.